Всем привет! У нас маятниковое рисование. Для этого мы взяли штатив, привесили на веревочках бутылку, сделали дырочку маленькую. И вот, видите, на ум играет. Вот мы для пробы тихонько мотанули и вот так вот нарисовалось. А тут уже, конечно, буйство всего. Так что, если вы не боитесь испачкаться, рекомендую. Занятие очень интересное и очень увлекательное. Ребенок увлечен. Мы использовали пальчиковые краски, разведенные с водой один к одному. И вот мальчишки ждут в свою очередь тоже порисовать. Придавая ускорение, просто один раз махануть не так, как сейчас это делает на ум, вырисовываются вот такие вот интересные, замысловатые узоры. Можно использовать не только один цвет, но, допустим, вот порисовал и можно залить следующую краску. Мика хочет порисоваться! Вот, посмотрите. Мика! Как ребенку это приносит большое удовольствие. Как и совсем маленькому, так и побольше, деткам. Да, Наум? И даже лунтик? Даже лунтик? А лунтик? Вот наш Боря толкнул сначала ровно, а теперь видите, как начал рисоваться. Ой, как раз закончилось. Закончилось. Краска густеет, тогда надо ее разбавлять водой. Вот, смотрите, как получилось. Со стороны вам покажу, как я профукиваю, пробурливаю. Или она там закончилась, посмотрите сверху. А, краска закончилась. Я думала, она загустела. Хорошо, сейчас подзаправим еще. Вот это Борин рисунок получился. Получился. Последнее приготовление, и наш Глеб запускает свой маятник. Пожалуйста. Я тоже снимаю видео. Я тоже снимаю видео. Так, сейчас остановим. Картина, это ТНК. Вот что у нас получилось. ТНК, тримой актер! Это мне прописал. Это Глебина рисование было. Да. Пук! Вот наша картина. А может, это в школьной газету отправить? Да. Борина. И Папина. Самое вкусное. И первое, когда мы попробовали. Папина Костина. Папина Жупина. И здесь наумина. Можно добавлять в баночку. Сперва одним цветом, потом другим. Ну и пока мы меняем краску, добавляем сейчас, пока делаем, чтобы для разнообразия картины нашей выглядела, я все-таки подскажу научное обоснование, как это вот можно сказать по-умному, по-научному. Значит, это у нас конструкция напоминает маятник Фуко. Это у нас груз, в нашем случае емкость с краской, подвешенная на нити. Фукости, значит, способны изменять плоскость своих колебаний, благодаря тому, что мы даем ускорение. Пока живет, мы даем ускорение. Толкаем. Правильно. Вот, даем ускорение. И вот плоскость колебаний меняется. Колебания совершаются под действием силы тяжести, силы трения. Кинетическая энергия маятника превращается в потенциальную гравитацию. И обратно. Вот таким образом происходит это рисование. Ну, а теперь продолжим. Добавим сейчас другого цвета краску и посмотрим, какая картина у нас получится. Пошел. Пошел процесс, да. Пошел. Надо его еще немножко аккуратненько толкануть. Получить, да, в конце закончилось. На самом деле он уже закончился. Полови. Опа! Отлично. Он как раз закончился, когда мы обхватили, если он скрутил. Вот получилось, какое у нас рисование. Достойно рамочки. Все, всем спасибо за просмотры. С вами были мои детки. Сейчас вот в самой стойке остался Глебик. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И ждите еще много разных видео необычного рисования. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok